В сегодняшнем видео я полностью разберу печку от автомобиля Toyota Chaser GZX100. На наглядном примере вы увидите, как выглядит заводская печка без всякого колхоза. И в очередной раз убедитесь во фразе, что контракт уже не тот. Мы начинаем! Данный печной модуль был куплен почти год назад с распила, так как я планирую восстановить всю систему кондиционирования своего автомобиля. К родному модулю есть куча вопросов, так как там присутствуют инородные предметы в виде непонятных мне пружин и полностью отсутствует испаритель. Данный короб придется полностью разобрать, отмыть, смазать и переклеить весь поролон. Поэтому я начинаю разбирать, а вы просто смотрите. К сожалению, от заводского поролона осталась одна пыль и клеевое основание. Продолжение следует... Что касаемо заслонок, они разложились полностью и держатся всего лишь за счет специальной пропитки, которая не дает влаге попадать в поролон. Я не стал полностью разбирать передний воздуховод, побоялся, что крепления могут сломаться в угоду своей старости. При снятии всех сервоприводов важно запомнить, как все стоит изначально. Для этого можно воспользоваться фотоаппаратом, либо записать на листок бумаги. Хоть вы и не сможете собрать в финале все как-то по-другому, некоторые детали можно перепутать еще в самом начале сборки. И поэтому у вас уйдет время, чтобы разобрать все по полочкам. Радиатор хорошо сохранился, несмотря на то, что на нем имеется отпечаток от старого поролона. Во избежание забитого радиатора, так как любой контракт это все-таки запчасть бывшая в употреблении, я залил на ночь радиатор раствором лимонной кислоты. Заслонки в приемной части короба просто мертвые. Реостат печки, на удивление, в хорошем состоянии. Надеялся увидеть цветы Сакуры, но увы. Субтитры сделал DimaTorzok. Наконец-то у меня появился хороший испаритель, почти со всеми ровными сотами. Уплотнитель тоже в хорошем состоянии, поэтому я его оставлю. У него уже набита нужная форма. Первая трудность, с которой я столкнулся, это потайной винт. Мало того, я не сразу его обнаружил, так еще и глубина его посадки заставила перенести разборку на следующий день. Все отвертки, которые были, не способны дотянуться до него. И перед вами комплект отверток, в которой есть то, что мне нужно. Крестовая отвертка длиной 150 мм. Учтите этот момент при разборке. После этого корпус с легкостью располовинивается. Обязательно метим все заслонки, чтобы потом экономить время в будущем. Пластиковые защелки заслонок заставили попотеть. Нюанс номер два. Не нужно теребить поролон на сухую. Отнесите его в ванную и просто смойте водой. Таким образом, минуете пыль в помещении и сэкономите кучу времени. Нюанс номер три. В замену старого поролона я предпочел битопласт толщиной 10 мм. Вместо того же бипласта. Сделал я это по той причине, что у них разная пропитка. У битопласта она сделана на основе битума. А у бипласта он как будто смазан силиконовой смазкой. Так вот, битопласт будет намного устойчив к влаге. А сам нюанс заключается в том, что толщина 10 мм великовата. Достаточно обойтись и 5 мм. Во время отрезания смазываю весь инструмент литолом либо маслом. Так все будет отрезаться без задиров и без клочков. И не будет прилипать на лезвие. Также литол пойдет на все трущиеся элементы в коробке. Это заслонки, тяги и железные лабиринты сервоприводов. Субтитры подогнал «Симон» Из-за того, что материал толстый, пришлось подгонять под прилегаемые поверхности. Для придания идеальных форм хорошо подходит кожаный скальпель, смазанный литолом. Субтитры подогнал «Симон» И опять эти заглушки. Для того, чтобы беспрепятственно их вытаскивать, лучше всего вставлять отвертку со стороны корпуса между золщелкой. Иначе сжать три усика одновременно не совсем удобно. Если, конечно, вы не четырехрукий. Лабиринты немного окислились, и это будет влиять на их работу с сервоприводами. Поэтому их тоже нужно взбодрить. На одной из стяг отсутствовало поролоновое колечко. Поэтому я отрезал небольшое кольцо от шланга и смазал его. Если его не поставить, возможно будет небольшой скрип. Субтитры подогнал «Симон» Если кому-то интересно, как выглядит это колечко в оригинале, то оно перед вами. Проверяем работу всех заслонок. Она должна быть не только плавной и спокойной, но и тихой. После того, как переклеены все заслонки, собираем все в обратной последовательности. Уплотнитель испарителя смазываю нейритовым клеем. Установил фильтр от Приоры. Родные фильтра имеют очень много зазоров. Из-за этого вся пыль летит в салон. Теперь все будет иначе. Угольный фильтр от Автоваза мне в этом поможет. Его номер вы видите на экранах. Для тех людей, которые любят перематывать, а потом писать в личку с вопросом «Можно номер?» Показываю еще раз. Данный фильтр просто идеально помещается в паз. Спасибо моему корешу Алексею за такой подгон. На радиаторе оставил старый уплотнитель, так как он еще в хорошем состоянии. Радиатор был промыт, никакой грязи не обнаружено. Надеюсь, что он не забит. При сборке верхнего привода я допустил небольшую ошибку. Я перевернул поводок. Ну да, бывает. Во время сборки все должно вставать с легкостью и без усилий. Если что-то идет не так, не нужно пытаться давить и толкать насильно. В противном случае вам придется купить новый сервопривод. А он на секундочку не дешевеет, а только дорожает. Не забываем все обезжиривать. Данный воздуховод прикрепляется в таком состоянии, в каком был. Чисто для эстетики. Так как на нем сломан один отвод. Все, кто смотрел историю, как мне его сломала транспортная компания, отвечаю. Причиненный ущерб был возмещен эквивалентно стоимости всего короба. Стоимость транспортировки и обрешетки не была возвращена. На воздуховоде до лобового стекла уплотнитель не требовал замены. Я думаю вы наглядно видите разницу до и после. И теперь прекрасно понимаете, что сегодня контрактные запчасти уже совсем не того качества и вида, к которому мы все так привыкли. Теперь подобные вещи приходится перебирать и восстанавливать. Чтоб хоть как-то поддерживать техническое состояние таких легендарных машин, как Тойота Чайзер, Марк 2, Креста, Краун, Алтеза, Цельсиор, Прогресс и я надеюсь никого теперь не забыл. Данное видео пригодится тем, у кого дико наколхожены печные модули, у кого непонятно как собраны привода и непонятно как это все потом работает. Или как в моем случае пол печки просто отсутствует. Ну все друзья, каждому авторитету по Джейзету топи не сы, аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok